Муниципальное предприятие «Автостоп» решает сегодня несколько основных задач. Главное – вывоз металлических гаражей и ракушек, развитие городского парковочного пространства, эвакуация бесхозного и неправильно припаркованного транспорта. Все эти проблемы объемные и тесно связаны друг с другом. В 2014 году и первом полугодии 2015 года с территории городского поселения было вывезено 212 единиц гаражей, гаражей ракушек и металлических тентов укрытий типа пенал. К настоящему моменту полностью очищены от самовольно установленных гаражей такие микрорайоны, как первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Надо сказать, что в начале деятельности МОП «Автостоп» в 1997 году гаражей ракушек на территории города насчитывалось более 6000 единиц. На сегодняшний день их осталось буквально не более 600, и то они располагаются в 8 микрорайоне. Для решения проблем с неправильной парковкой в городе предстоит закупка шести дополнительных эвакуаторов. Правда, вопрос эвакуации не так прост, как кажется. Сейчас шесть эвакуаторов мы вам закупим. План работы все понятно уже, как они будут работать, стратегия, тактика работы этой мобильной группы. Мне постоянно жалуются люди, причем жалуются так, что митинги собираются проводить. Люба Новоселы, четные, нечетные, в понедельник, во вторник, все запутали людей. По словам Владимира Жандарова, уже ведется установка вдоль улиц дополнительных всем понятных знаков, определяющих места и время парковки. И все-таки главные усилия предприятия сосредоточены сегодня на расширении городской парковочной сети. Ведется строительство плоскостных стоянок, идут переговоры с инвесторами, готовыми профинансировать возведение многоуровневых паркингов, разработаны конкретные предложения по созданию более тысячи дополнительных внутридворовых парковочных мест и экопарковок. Среди основных задач отдела землепользования городской администрации формирование и осуществление кадастрового учета земельных участков под муниципальными объектами, осуществление муниципального земельного контроля, борьба с самозахватами, разработка генплана поселения. Ведутся работы по межеванию территории микрорайона Новая Трехгорка. Были проведены собрания с представителями многоквартирных жилых домов данного микрорайона. Целью данных собраний было выявить проблемные вопросы и определить окончательные границы придомовой территории по каждому дому с учетом мнения жителей непосредственно каждого дома. Сложность в том, что от размеров придомовой территории зависит в частности зона ответственности управляющих компаний, которые от этой нагрузки пытаются всячески уйти, переложив ее на плечи города. Нужно серьезно заниматься этими вопросами. По сути-то нам свалился весь город, вся территория, Трехгорка, все. То, что до 1 января обслуживалось управляющими компаниями, теперь должны обслуживать мы. Частично мы уже на себя перетащили это, но деньги-то нам ни копейки никто не передал. О результатах работы отдела территориальной безопасности отчитался его руководитель Виталий Семкин. Главными направлениями деятельности в отчетном периоде стали пожарная безопасность, противодействие террористическим угрозам и развитие системы видеонаблюдения. В ходе совещания глава поселения Александр Гусев отметил лучших сотрудников, участвовавших в проведении Дня города. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.